Виталий, приветствую тебя! Торговая сессия среды, очередной эфир. И сегодня, как говорили в понедельник, очень важная встреча, потому что перед заседанием ФРС, перед самым громким и важным событием последних недель, может быть даже и за более долгий промежуток времени, поскольку переоценить очень трудно влияние Федеризерва на доллар, мы, конечно же, сейчас, как и многие, допускаем, что какие-то решения интересные могут быть приняты, либо по более высокой процентной ставке, либо во время пресс-конференции ПАУ. Может быть, уже есть какие-то заготовки, что-то интересное скажется, либо какой-то каверизный вопрос будет от прессы, и вот он будет выкручиваться и лягнуть что-нибудь. В любом случае, волатильность точно будет, потому что это не тривиальное, необычное, не рядовое заседание американского регулятора. Это то самое, когда какие-то важные решения должны быть приняты по процентной ставке. Инфляция в США, напомню, 9,1%. Я думаю, что если можно было бы отмотать немного назад, скажем, на год назад, то любой, кто сказал бы, что инфляция в США может быть на таких значениях, просто покрутил бы пальцем у виска и сказал, что такого не может быть в США. Это показатель какой-то третьесортной страны, скажем так, где инфляция уже на границе от двухзначного уровня, которая больше уже походит на так называемую галлопирующую инфляцию. Ну, есть то, что есть. Мы, как трейдеры-инвесторы, адаптируемся к происходящим событиям и, наверное, на рынке сейчас грех жаловаться, потому что волатильность выше среднего и есть возможность заработать как на краткосрочной торговле и уж тем более на долгосрочной, если говорить о верном определении тренда. Так вот, сегодня мы ждем заседания американского регулятора, если сделать отсылку на московское время в 21.00 и в 21.30 это пресс-конференция. Поздним вечером все решится, поэтому нужно быть у мониторов, у терминалов, следить за риск-менеджментом, за загрузкой депозитов и так далее. Мои прогнозы. Я, в принципе, разделяю точку зрения всех тех, кто сегодня вообще делал прогнозы по ставке. Я согласен с тем, что уместно сейчас повысить на 75 базисных пунктов, но также ни грамма не удивлюсь и даже поддерживаю идею того, что ФРС может пойти чуть дальше и сразу поднять ставку на 100 базисных пунктов. В любом случае речь идет об ужесточении монетарной политики. Это традиционный фактор поддержки для курса доллара. Возможно, первый сценарий, основной и, наверное, наиболее логичный, то, что доллар на ужесточение политики должен получить поддержку. Ну, я склонен полагать, что, возможно, основной рост, если он и последует, а я делаю на эту большую ставку, он произойдет не в момент оглашения решения по ставке, потому что, как мы в прошлый раз определили, уже, скорее всего, все заложено в курсе, а в ценах ничего не меняется. Основной рост может последовать в качестве реакции на комментарии Павла. Вот если он прольет свет, например, а мы готовы рассмотреть возможность более активного повышения ставок и обязательно сделаем это, если инфляция продолжит расти, вот в этом как раз трейдеры могут услышать проявление более жесткой риторики и уловить намерение регулятора пойти дальше вот тех даже решений, которые принимаются сейчас. Поэтому давай демонстрацию. У меня прям сейчас индекс доллара открыт. Котировки сейчас в районе, ну, почти 107 пунктов. Я рассчитываю на то, что все-таки в ближайшие часы, еще до заседания американского регулятора, индекс доллара сберется поближе к сопротивлению 107 пунктов. И уже на заседании после волатильности под конец твоей сессии и уже под конец недели сможет прорваться выше вот этого сопротивления 107 пунктов. И, надеюсь, если ничто не спутнет доллар, вот эта вот ходящая тенденция и динамика сохранится и дальше. Также, поскольку следующий эфир будет на следующей неделе, обозначаю, отсвечиваю даже, еще очень важный релиз по ВВП, который выйдет завтра в США. Его тоже не нужно недооценивать, потому что сегодня мы закроем вопрос с процентной ставкой, а завтра, блин, на рынок может прийти breaking news о том, что рецессия в США, потому что это квартальный... Но это, я тебе перебью, это не рецессия, это, как я не знаю, это небольшое замедление экономики после бурного роста, после бурного роста. Они, конечно, молодцы, мне кажется, у ФРС и у Минфина есть собственный отдел маркетинга, который их постоянно играет. Да, да, это как было сайт с инфляцией, помнишь, в прошлом году, когда она начиналась, они говорили, это временная инфляция, то есть такого понятия не было, они все время какие-то новые понятия. Ну, это из разряда отрицательной темпы роста, вот, в общем, как ты не поднесешь это, так и воспринимается. Действительно так. Ну, вот послушаем как раз, ведь заседание ФРС, оно интересно тем, что разбирается каждое слово, то есть каждые формулировки, прям аналитики сравнивают то, что было сказано раньше, и с тем, что сейчас. И пытаются вот в этих скрытых посылах, а может быть даже не таких, что и скрытых, уловить какие-то вот перспективы изменения политики в будущем. Будет жарко, будет интересно, и я, опять же, возвращаясь к доллару, считаю, что больше шансов именно на усиление позиций. Когда мы обсуждали индекс доллара в прошлый раз, он был чуть пониже, я как раз ориентировал трейдеров на либо тест поддержки 106 пунктов и отбой, либо на пробой значения 107. Как раз в этом коридоре мы сейчас и ходим, и, в принципе, я почти уверен, что в этом коридоре индекс доллара не останется в конце недели, потому что ему нужно выбираться, и повод для этого есть. Европейская валюта транслировал повторную идею продажи через sell limit с отметки 1.03. В принципе, эту идею я сохраняю, потому что сегодня точно будет всплеск волатильности. Хотя я даже поддерживаю тех, кто уже активно шаратит евро и ждет значения паритета, особенно после усиления энергетического кризиса. Въезд после решения «Газпрома» об очередном вводе, точнее, приостановке работы одной из турбин, тоже якобы на техническое обслуживание, но здесь уже без обозначения конкретных сроков, когда эта турбина возобновит свою работу. Поэтому объемы поставок транзита сейчас через северный поток газа Европы сокращены до 30 миллионов. Это фактически в два раза меньше, чем было два месяца назад. Ну и, разумеется, понятное дело, что проблемы с газом возникнут, как только начнутся первые холода, погода, скажем, изменится. В общем, осенний-зимний сезон. И эти проблемы в конечном счете приведут к тому, что поползут цены вверх, хотя мы видим, что стоимость газа уже обновляет летний максимум. Это еще не предел. САКСы, которые известны своими нереалистичными прогнозами, хотя все их прогнозы за последний год они практически сбылись, ожидают, что стоимость газа вырастет еще раза в 3-4. Я допускаю, что это реально может произойти, особенно если Газпром примет решение полностью покатить поставки газа в Европу, якобы как ответная мера на усиление функционной риторики со стороны Запада, стран Европейского Союза по адресу российской экономики. За этим следим. Понятное дело, что цены на газ, рост цен на газ – это априори повышение инфляции. Повышение инфляции – это снижение доходов, ограничение потребительской активности и замедление экономического роста. Поэтому тему именно взаимоотношений европейских стран и России на почве поставок газа – это, конечно же, такой глобальный триггер, который будет впоследствии разгонять инфляцию, создавать и ухудшать условия для многих экономика Европейского Союза и в целом еврозоны. И вряд ли на этом фоне можно смело прогнозировать, что европейская валюта каким-то чудом сейчас обретет силу и снова вернется к уровню 1,10-1,20. Это рано или поздно произойдет. Я думаю, что евро все-таки будет посильнее, чем доллар. Но не тогда, когда мы говорим о таком фундаменте, как сейчас, не тогда, когда ЕС готовится к самой страшной зиме, которая была за все время существования валютного блока, и не тогда, когда ФРС настолько опережающими темпами повышает ставку, если сравнивать с действиями Европейского центрального банка. Поэтому отложку я транслирую. Те, кто продает, думают, что вы все правильно делаете. Паритет весьма вероятен, скажем так. И еще по поводу золота. Сегодня особо не буду распыляться. Вот эти три инструмента предлагаю взять за основу. Золото сейчас 1719 долларов за тройскую унцию. В прошлый раз я рекомендовал сделку селстопсурда 1720. В принципе, мы уже в сделке. По золоту смотрю вниз, потому что сегодня надеюсь, что повышение ставки приведет к росту доходности американских облигаций. И думаю, что даже к концу торговой сессии трежерис будут уже выше 3%. Сейчас они на отметке 2,8. Десятилетние облигации. И на этом фоне золото может неплохо просесть. Снова протестировать поддержку 1700 долларов за тройскую унцию. И стать еще ближе к той цели, которую раньше я ставил, на отметке 1670 долларов за унцию. Днем в ПРС. Передали слово тебе. Да. Ну, как ты сказал, нереалистичные прогнозы Саксабанка. Да. Известные они эти. Да, да, да. Я знаю. Я с этой компанией тоже давно, скажем, и работал, и, скажем, читаю их. В принципе, я с ними согласен. И даже в прошлом году, если помнишь, если кто нас смотрит, мы уже практически это третий год ведем этот проект. Я тоже, скажем, скептически относился к фондовому рынку США. Я тоже ожидал, я ожидаю не только рецессию, а в формате депрессии. Кто не знает, что такое депрессия, посмотрите документальные фильмы, что творилось в США. Там есть очень много фильмов. И что будет твориться в мире. И поэтому по поводу фондовых рынков я говорил, что нас ждет глобальное снижение. Те, кто инвестировал на рынках, ожидая, что рынки все время будут расти, только там два дня коррекции, все воют, почему падаем. Все ждали новые максимумы. Поэтому нас ждет, как я уже ранее говорил, нас ждет глобальное снижение по фондовому рынку. По евро-доллару нас ждет не только то, что мы сделали паритет, а нас ждет и ниже, на 0,9, и, возможно, и ниже, на 0,8. Причина, то есть, ну, во-первых, это энергетический кризис в мире и в Европе. Европа зависит, как мы знаем, от, скажем, ресурсов соседей. И, как сказал, не помню, это Батин сказал, да, то есть, кто первый ляжет. То есть, будет Европа санкции накладывать на Россию, Россия будет накладывать на Европу санкции, и кто первый, скажем, вскроется. Поэтому по Европе, по евро-доллару, скажем, негативный сценарий, долгосрочный, да, какие-то, как ты назвал, возможно, мы увидим 1,10, какие-то технические, сколько будут, да, инструменты. Какие-то там риторика изменится, или просто любому инструменту нужно делать какую-то техническую, скажем, коррекцию. Как-то вот так. Поэтому перспективы были рискованных активов, они негативны. То же самое относится к этим криптовалютам, да. Ну, многие там, когда криптовалюты росли, все думали, что они будут и дальше расти, и так далее. Видим, по сравнению с другими активами, если взять максимум, да, тот же S&P 500 с максимумом ушел, ну, там, условно, там, 15-20% в зависимости от индекса. Посмотрите, на сколько биткоин упал. То есть недавно было у нас практически 70 тысяч, сейчас у нас 20% в процентном соотношении, тот же эфир, да. То есть это просто спекулятивный инструмент и больше ничего. Как-то вот так. Итак, ну, давайте пройдемся по инструментам. В принципе, что у меня было в прошлый раз. Был биткоин эфир, я давал на шорт, неплохо мы локально отработали. То есть биткоин где-то давал шорт в районе 22 тысяч. Мы вчера там обновляли 21 тысячу. То есть локально мы за полтора дня себя отработали. Глобальные цели, я говорил, что я ставлю на обновление минимум, которое у нас есть в районе 17-600 по биткоину. Я думаю, что где-то в районе 15-10 тысяч мы должны отпадать. Если вот эта коррекция реально закончилась, если у нас был в этом месяце максимум, то мы уйдем ниже. То есть кто ранее шортил биткоин, возможно удерживать шорты. Со своими ребятами в проканале я шортил еще по лучшим ценам. Это вроде 23 тысячи с копейками, 23 с половиной. В понедельник вроде 22 я советовал в нашей битве. Ну и на текущий момент, кто ранее не шортил, возможно ли стекущих шортить. В принципе да, но соблюдать риски, так как возможно какая-то более, как вариант глубокая коррекция вот этого падения. Ну и не исключать фактор того, что мой прогноз может быть ошибочен, и мы пойдем на обновление новых максимумов. Потому что мы сейчас находимся возле нижней границы такого технической фигуры флаг, да, возможно какой-то отскок, но или там работать как вариант на пробой этого флага. В таком формате. Поэтому я за снижение по криптовалютам. И пока шорты, там уже где-то когда будет в районе 10 тысяч, там посмотрим, это тоже такая психологическая цифра. Возможно будем где-то рассматривать покупки среднесрочные на какой-то технический отскок. Там можно будет хорошо заработать. Ну и тот же эфир, который я обсуждал в понедельник, аналогичный, мы шортили где-то в районе 1500. Отпадали мы вчера достаточно неплохо, в районе 1350, то есть это более 150 долларов. То есть это практически 10% мы сделали падение за один день вчера. Тоже достаточно неплохо. Кто не шортил в понедельник, возможно, здесь на сегодня, мне кажется, тоже шорта. Из текущих, то есть ниже уровня 1500, возможно, дальше рассматривать шорты. И здесь аналогично, как по биткоину, цель в районе обновления единственных минимумов. Стоп-лоссы, если шортить эфир за максимумы этого месяца, если там будем обновлять, то там уже нужно будет картинку по-другому смотреть, возможно, менять свои прогнозы по точкам входа или в неры. Поэтому, что касается криптовалют. Дальше, что у меня еще было? То есть у меня какие-то другие инструменты по сравнению с тобой, чтобы не дублировать, да? Я сделал там разбор по дикси, по евро-доллару, по золоту. И напомню, что пусть ребята в комментариях пишут, какие инструменты их интересуют, потому что я знаю, что у каждого трейдера есть какой-то индивидуализм, и не все торгуют евро-доллар, не все торгуют индекс доллара, не все торгуют эфир или S&P 500 или золото. У кого-то что-то есть свое. Кто-то любит условно австралийский доллар, кто-то канадский доллар, ну, в основном. Кто-то натуральный газ любит почему-то очень, волокейный такой. Кто-то, допустим, S&P 500 в основном с тобой разбирает, да, кто-то любит почему-то NASDAQ. Ну, вот есть. Кто-то любит, есть такие индивидуумы, кросс-пары, да? Кросс-пары, я не понимаю, если есть такие инструменты интересные, мажоры, да, основные, трава, там, какие-то там, NZD-иена, остальский доллар-иена. То есть, возможно, там есть какая-то... Еще интереснее кросс-пары на крипте. Вот это вообще... Да, да, да. То есть, ну, иногда бывает такое, что, допустим, я не говорю, что это плохо торговать, бывает, если какой-то паттерн сформировался, условно, там, по евро-доллару нет какой-то идеи, но по какой-то, каком-то кросс-паре, там, евро-фунт, ну, это хороший, хороший кросс-пар. Ну, там, евро-франк, условно, или аут-иена, да. Возможно, там что-то есть интересное, да, но вот когда трейдер распыляется на много инструментов, пытается все время что-то торговать, это плохо кончается в итоге. Поэтому лучше, там, что-то очень хорошее и поменьше инструментов. Поэтому пишите в комментариях, условно, разберите, там, условно, в сирийский доллар. Человек там застрял, в принципе, 100% публикает и хочет услышать свое мнение. Или, допустим, не только там по инструментам пишите вопросы, допустим, по стилю торговли. Кого-то интересует там интродейтрейд, да, пришел, увидел, заработал, да. Кого-то интересует какие-то среднесрочные перспективы, чтобы все время, ну, в принципе, ты это делаешь, все время там на каком-то инструменте, там, ты удерживаешь свое мнение все время там среднесрочно. Там нефть, там, индекс доллара, да, то есть ты озвучиваешь. Но, допустим, там по австралийскому доллару или там по канадскому доллару, ну, условно, нету там мнения, поэтому там пишите в комментариях, будем, будем интроды. Так, биткоин-эфир разобрался, то есть здесь я за снижение, обязательно соблюдать риски, потому что риски – это самое главное, чтобы оставить свой депозит на следующий трейд. Была также рекомендация по S&P 500 на шорт. Мы ее вчера локально интердей, так скажем, отработали немножко. Ну, интердей свое среднее значение, в принципе, свалились. На текущий момент, мне не нравится, как мы вчера закупили под конец дня, и на текущий момент я бы был не рынка, возможно, оставить те шорты со ступлосом за вот эти локальные максимумы текущего месяца, там, 40-15, потому что могут дальше падать, но здесь и не исключают какое-то обновление максимум, лучше подождать какого-то, скажем, более надежного паттерна, да, здесь что-то, что-то они хотят повыносить максимум, плюс, мы уже сказали, 0.75 ставка, она заложена в рынок, о ней уже там несколько недель говорят, да, дальше, о чем я еще говорил, о индексе доллара, я аналогично покупал, как и ты, но у меня была конкретная рекомендация из отложек, покупка, где-то мы торговались в районе 106.40, плюс-минус, со ступлосом за минимум прошлой недели, это 105.90, если я ошибаюсь, остался пост, то есть мы его вчера-позавчера не добили, поэтому локально мы отработали верхние храницы, дальше, как и ты, ожидаю, скорее ожидаю прорыва наверх, а, и на обновление каких-то локальных максимумов, как-то вот, пока оно так смотрится, если мы, конечно, сегодня уйдем ниже вот этого минимума, который был вчера, 106, закроемся, то тогда уже, я думаю, что, возможно, отмена будет роста, да, и затянется какая-то коррекция, потому что, ну, скажем, реально, мы уже достаточно сильно подросли, и в любой момент может коррекция затянуться там на более длительное какое-то время, на несколько месяцев, да, мы видели за последнее время там коррекция максимум там на две недельки, да, и дальше очередной рост, поэтому обязательно ставить стоп-лоссы, и так далее, поэтому кто покупал индекс доллара в понедельник, удерживать его, часть зафиксировать и дальше наверх, кто не покупал, в принципе, это дал рекомендации, я добавлю, что покупать текущих или на пробой вот этого канала, ну, евро-доллар аналогично, что можно нового добавить по инструментам, ну, давайте с дальнего востока, только не японская иена, а новозеландский и австралийский доллар, здесь черты, я думаю, что, возможно, вот эта коррекция, которая была по новозеландскому доллару в июле, она закончилась, скорее всего, да, и мы дальше будем падать, поэтому шарким с текущих 0.62, там, 25, со стоплосом за максимум, которые у нас были, возможно, покороче ставят, но, так как волатильные смогут сегодня какие-то шпильки и падать, как и по индексу доллара, на обновление максимума, ну, минимум, здесь получается, ну, и австралийский доллар аналогично, картинка чуть похуже, ну, скажем, чтобы добавить что-то нового, шарст секущих, 0.69.30, стоплос за максимум, в принципе, в нем все. Я думаю, достаточно, учитывая, что в совокупности большое количество инструментов получилось. Виталий, спасибо тебе большое за комментарии, за сделки, ждем ФРС, сегодня, сегодня поздно вечером, сначала будет ставка, спустя полчаса после этого пресс-конференция. Итоги подведем уже на следующей неделе, но, конечно же, рынок все расставит на свои места гораздо раньше, поэтому всем удачи, сегодня, по трейдингу, потому что мы лишь строим прогнозы, рынок показывает какие тенденции на самом деле для него приемлемы. Еще раз спасибо тебе, тоже хорошего трейдинга под такое важное фундаментальное событие и хорошего закрытия недели. Пока. Ну, пока, всем удачи.